Какую-то форму, которая вам нравится, на нашей пельмешке. И такие получатся вареники в итальянском стиле. Друзья, если вот говорить о праздничном новогоднем столе, я в этом смысле человек простой. Мне не нужна никакая там форель запеченная или редкое мясо в редком соусе. Мне самое главное, чтобы на новогоднем столе были пельмени. В этом выпуске пельмени, ну и не только. С вами Голодный Ким, с наступающим! Опа, я приехал к Никите, Никита профессиональный шеф-повар. Именно он меня будет сегодня кормить пельменями. Но говорят, там пельмени будут какие-то, ну, то есть не совсем стандартные. Сейчас все узнаем. За гостеприимство. Никит, ну ты профессиональный шеф-повар сколько лет уже? 12 лет на кухне, да. Начинал с мамой работать сначала. Какие пельмени мы сегодня готовим? И вообще пельмени ли это? Да, смотри. Мы приготовим сегодня три вида пельменей. У нас будут сладкие пельмени с вишней и корицей. Японские пельмени гердзо жареные с говядиной, курицей и капустой. И третий мы сделаем вареники с грибами и картофелем. То есть классических пельменей у нас не будет? Ну да, сегодня нет. А ты вообще посторонен, чтобы на новогоднем столе обязательно были пельмени? На самом деле я был очень удивлен, когда мне говорили, что на новый год на столе должны быть пельмени. У нас обычно такого не происходит. У нас какая-нибудь запеченная курица, может быть, еще что-то в этом роде. Но пельмени не было. Ну я думаю, первое, с чего стоит начать, это с теста сосновой. Да, мы будем делать заварное тесто. Оно, в принципе, подходит по три вида пельменей. И поэтому заварное тесто, это мука заливается кипятком. И все. Мука, соль, вода. Все, больше ничего не нужно для пельменей. Мука обычная, примерно, наверное, граммов 300. Соответственно, если 300 муки, 150 воды и немного соли. Ты дома всегда по весам готовишь? Вообще стараюсь, да. И немного соли. Да. Никита, сейчас напишут тебе, что профессиональный шеф-повар. Да. А ведь тесто замешивает на скатерти. На скатерти? Ну, это так получилось. Издержки дома. Все, в принципе, тесто наше готово. Мы сейчас его отправляем под пакет, под пленку. Или без разницы, чтобы оно просто стабилизировалось. Влага с мукой взаимодействует такое произошла. И она была такой однородным, красивым. Слушайте, для тех, кто не сторонник, чтобы на новогоднем столе были пельмени. Но сейчас пельмени с вишней, это необычные пельмени. Однозначно праздничные и десертные. То есть можно от тортика отказаться, в принципе. Я купил сразу очищенную замороженную вишню. Вишню нужно смешать с сахаром, корицей и немного кукурузным крахмалом. Ну, кукурузный крахмал мы добавим чуть-чуть позже. Потому что после того, как мы смешаем вишню с сахаром, она начнет давать влагу. Эта влага нам тоже понадобится для сиропа. Для тех же самых пельменей. То есть внутри будет сама ягода вишня. А весь сок, который стечет, мы сделаем соус. Тоже немного за крахмалем и с мороженым подадим. Вишня дала достаточно много сока. Поэтому мы ее скидываем на сито, чтобы отделить конкретно ягоды от влаги. То есть в пельменях будет такая крупная вишня? Такие средние сделаны по 2-3 вишенки, да. Скидываем саму мякоть вишни, плоды. И смешиваем с крахмалом. Его немного. Просто это нам даст в самих пельмешках. Вишня будет такая соусообразная. Не просто жидкая, чтобы вытекала сразу. А была как соус. Так, всю эту историю смешиваем. Все, закидываем. Картофель, грибы, сливочное масло. И много перца черного. Грибочки мы режем, в принципе, без разницы как, хаотично. Мне нравится, когда они более-менее такие крупные, потому что в любом случае они будут ужариваться сильно. Сейчас грибочки будем обжаривать. Просто подсолим их немного, поперчим и все. Отдельно обжарим грибы. Потом заготовленный картофель толченый смешаем с большим количеством сливочного масла и черного перца. Ну, грибы обжариваются минуту, наверное. Двое, даже меньше, да. И желательно, конечно, обжаривать их на большом огне, большой температуре, чтобы не дать им выделять влагу. Потому что они будут вареные, они обжарены. И солим грибы в самом конце, потому что соль тоже выделяет еще больше влаги. Скидываем на сито, чтобы все лишнее масло ушло. И в наших варениках не было много масла. Теперь все это перемешиваем. Вообще, учитывая количество начинки, а у нас их три на секундочку, мне кажется, очень мало мы замешали тесто. 100%, но мы же сделаем на одну порцию, а потом я доделаю остальное, и все. А, гостей. Домой, потом с любимой женой налепимся. Так что 31-го жди. Сразу видно, что ты работаешь на профессиональной кухне. Да потому что у тебя и ситочка, и миски, и чего только нет. И ты готовишь столько посуды, потом приходится мыть. Обычно, когда дома готовят человек, который не работает на профессиональной кухне, он там использует одну сковороду, одну доску, нож, и максимум две чашки больше ничего. Даже мешает руками, чтобы не мыть ложки. Мы теперь делаем начинку для гедза. Для гедза у нас идет два вида фарша. В нашем случае это говядина и курица, куриный фарш. Затем зеленый лук, свежий имбирь, свежий чеснок, соответственно, капуста, куцетное масло, соевый соус и мирин. Все, погнали. Капусту мы скидываем, и немного-немного ее подсолим, чтобы сок тоже начал выделяться, и капуста просто стала мягче гораздо. Зеленого лука обычно идет туда очень-очень много, поэтому мы прям вот целый пучок лука и... Ну, кто-то из вас обязательно должен в комментариях написать такую фразу. Как же здорово, когда мужчина на кухне. Мы смешиваем теперь лук с капустой, и осталось у нас нарезать чеснок и имбирь. И все это смешать. Все, замес. Да, теперь смешиваем все. Все ингредиенты смешиваем вместе, и будем добавлять все-все-все соуса. Кунжутное масло, 2 столовые ложки. Соевый соус тоже 2 ложки. Каждому по вкусу, поэтому мы сейчас заправим на глаз. Какую-то часть пожарим, и попробуем уже в готовом виде. И в дальнейшем будем уже дозаправлять, если нужно. Это у нас... Это... Мицукан? Мицукан. Нет, это мирин. Чем можно заменить мирин? Он не в каждом доме есть, кстати. Да, просто его не добавлять. Я думаю, сильно на вкус это никак не повлияет. Просто он у меня есть, поэтому решили добавить. Это уже вкусно выглядит. Очень хорошо пахнет. Яркий такой. Ну, классно. Мне очень нравится азиатская кухня тем, тем, что она прям очень максимально вот такая яркая. Яйцо нужно для вязкости, чтобы все эти ингредиенты были как будто бы вместе. У нас тест начинки. Немного обжарим масло. Котлетку сделаем, да? Типа того, да. Ну, это я попробую. Тест. Все, хватает? Нет. Блин, я бы дома поленился на самом деле вот это вот тестово жарить. Но это же здорово, чтобы всю массу не испортить. Сначала все-таки стоит... Ну, да, да, да. Особенно, когда ты делаешь в большом объеме. Хотя я бы дома тоже тестово не жарил. Знаешь, почему? Потому что потом я бы компенсировал все это соусом. Куда-то и куда бы я макал. В принципе, тоже верно. Все, сейчас мы добавили немного соевого соуса и соли. Слушай, можно просто котлеты пожарить. Ну и вот к черту этих гедзах. Дома, в принципе, можно готовить так же, как в ресторане. Если просто очень, конечно, нужно заморочиться, купить какую-то посуду. Но в целом все то же самое можно приготовить дома. Так, как это было-то? Никита не успевает за мной? Да, конечно. Не, вот мы дома племени не лепят. Я их заказываю. Ну вот мой варенье. И, ну, все понятно. Вот, Виталий, ну я думаю, нам с тобой хватит. Сто процентов. Ну, смотрите, пельмени и вареники, понятно, просто отварились. Да? А вот гедза мы будем жарить. И жарить очень интересно. Ты заметил, я всегда использую слово «мы». Ну, теперь по праву. Для сладких пельменей, точнее для соуса для пельменей, мы тоже добавляем в сироп от вишни немного крахмала. Пельмени тоже готовы. И сразу в соус. Сразу в соус окунуем. И там мы их будем загущать. Вот, их нужно будет аккуратно-аккуратно перемешивать. Затем подождать, пока крахмал начнет работать и начнет именно загущать весь этот соус. Смотрим, если понимаем то, что крахмал пока не загущается, добавляем немного крахмала и доводим до соуса. Если бы я только присоединился к этому процессу, я бы подумал, что это свекольный. Все, в принципе, наш соус загустел. Все, сейчас дело теперь за подачей. Выкладываем пельмешки наши. Мороженое делаем. Какую-то форму, которая вам нравится. И выкладываем на наши пельмешки. Здесь очень важно изначально выложить красиво гёдзы. Да, мы их после этого вообще не будем никак трогать, мешать. Мы сейчас делаем, получается, для гёдзы такую хрустящую-хрустящую оболочку обжаренную. Мы смешали 90 граммов воды, 40 граммов растительного масла и 10 граммов муки. Всю эту историю мы очень хорошо, тщательно перемешаем. И гёдзы сначала будем обжаривать, потом заливать этой историей. Когда вся вода выкипит, мука и масло начнут обжариваться и получится такая очень классная, кудрявая, хрустящая оболочка. Закрываем крышкой и убавляем огонь. А гёдзы сколько примерно жарили, чтобы эта корка появилась? Минут 5, да, наверное? Чуть-чуть побольше, наверное, минут 8. Да, минут 8. Сначала мы, получается, протушиваем их немного, а потом... Это твой. Я думал, мы с варениками закончили, оказывается, нет. Да, оказывается, нет. Мы ещё добавим сейчас соус такой, сделаем сливочным, на сливочном масле. И будем подавать её с буратой, тоже с сливочным сыром. Так, мы всю эту историю добавляем перчика. Так, наверное, ещё немного подсолим. И всё, в принципе. Да, да. Сейчас единственное, выложим бурату и вареники, и всё готово. Так, наше бурата. Я специально прячу хвостик вниз, потому что мне кажется, так, как будто бы интереснее и необычно. На бурату мы такие получатся, вареники в итальянском стиле, поэтому мы обязательно добавляем оливковое масло. И также сверху немного молотого перца. И дополняем наши вареники тёртым пармезаном. Помните, что в начале видео говорил Ник? И всё, выбирайте любую начинку и заворачивайте. Да, говорит, всё просто. Ну всё просто, на самом деле всё просто. Да, да, да. Последовательность соблюдать. Всё и правда достаточно просто. Знаешь, в этом всё, что мне больше всего нравится? Что? То, что самые обычные, знакомые нам продукты, блюда, можно немного включить в свою фантазию. Согласен. И сделать что-то необычное. Ну, пробуем? Да, давай. Приятного аппетита. Ты с десерта решил начать? Да, да, да. Всё, супер. Желательно, конечно, сразу с мороженым эту историю есть. Горячие пельмени с холодным мороженым во рту, ну, блин, очень классно компонируют друг с другом. Здесь просто название пельменей. Мне кажется, это блюдо можно вообще какое-то такое другое название отдачь ему и всё. Но это полноценный десерт. Да, да, да. Ну, такой достаточно сытный, калорийный достаточно. Переходим к итальянским вареникам. Нарезаем бурату, чтобы это всё вытекло. Бурату я обожаю. Так, на эту тебе. Здесь сливочное масло всё делает. Плюс это пюре с грибами. Такая нежная, вкусная начинка. Плюс сыр бурата, вот знаешь, вот этот холодочек немного добавляет к этой... Да, бурата здесь так же, как мороженое с пельменями. Он просто остужает лишний раз вареники. Сколько в ресторане может вот это блюдо стоить? Да по-большому недорогое. Ну, в среднем ресторане. Тысяч... Сто, двадцать, сто, сто двадцать, да. Ну, ну, не жалко. Ну, он больше, а я прям, да, портил. Типа, если я увижу вареники, сто двадцать тысяч сум, я скажу, да нет. Вопросы будут, да, 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 да. А вот если вот так их подавать, здорово. И пельмени. Неплохой десерт получился. Ну, переходим к японским пельменям, гёдзе. Да. Покажи, как их нужно есть. Так, их нужно есть просто простым образом. Их нужно разбивать. Угу. Они все, в принципе, достаточно хорошо разбиваются. И просто... Слушай, процесс интересный. Да, 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 да. Также переворачиваем и смотрим, какой вот кельмешек. Ну, вообще, себя, конечно, оценивать сложно. И такое дело это, да. Но попробуй. Вот это хорошо. Единственное, что я же говорю, я немного чуть-чуть передержал саму вот эту вот корочку. И нужно сделать соус. Но у меня есть соуса. Так, шрирача более-менее азиатский. Здесь шрирача с майонезом. А это, привет, из Мексики, это мексиканские два соуса. Шрирачи с майонезом, спай соус. Да, да, да. Ну, послушайте, хрустит. И я хочу отметить, что несмотря, что вот есть такие подгорелые места, ты не чувствуешь этого вкуса. Нет, нет, нет. На вкус это никак сильно не отражается. Это единственное, что? Вид, внешний вид. Это здорово. Ну, что, с соусом я любитель... Ну, давай, Мексиканс, все это вот спайс, соус, шрирача мне знакомо. А он сильно острый. Ну, смотри, как ты любишь острый. По рамену будем определять. Я очень острый рамен люблю. Ну, типа, целый пакетик ешь. Да, да. Тогда давай. Просто вот я понял, это вот такая вот средняя степень остроты, когда ты можешь понимать, человек, насколько он острый, это в пакетике рамена. Сколько ты полностью добавляешь на 550 миллилитров. Тогда, да. Если человек это съедает, значит, он очень любит острое. Теперь по очередности. Я бы сначала съел гёдзу с острым соусом, очень острым. То есть, это такое основное. Потом бы плавно перешел к вареникам, потому что такое, ну, что-то сливочного захотелось, чуть-чуть остроты погасить, знаешь, прям-то. А потом к пелемешкам. Согласен, согласен. По сути, три одинаковых блюда. Да. Ну, по сути. С одного теста даже. Да. Мучное всё и начинка. То есть, три одинаковых блюда. Но как они по-разному выглядят, это круто. Это однозначно праздничное. Я вообще думал, идея была такая, что предновогодний выпуск о пельменях. Да, потому что я сам обожаю пельмени на моём новогоднем столе, обязательно есть пельмени. То есть, я думаю о пельменях. А теперь так-то получилось, это три полноценных праздничных блюда. Согласен. Не обязательно новогодних, праздничных. Да, да. Тебе большое спасибо. Спасибо тебе. За гостеприимство и за твой талант. Спасибо. Все ссылки будут в описании, как обычно. А с вас, ну, смотрите, три блюда. То есть, лайк, коммент, подписка. Ещё четвёртое, если вот соусы, это будет как репосты этого видео. С вами был Голодный Ким. Всех в наступающем. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!